Здравствуйте! Меня зовут Андрей Дриер. Это программа Коммунальный патруль. Смотрите в этом выпуске. Дом осыпается во время интервью. Как собственники в нем живут и почему не хотят признавать его аварийным? И снова один выпуск Коммунальный патруля, один аварийный дом. К сожалению, таких в Барноле столько, что хватит на несколько лет нашей программы. Смотрите, что с этим домом. Вот этот ужас в 6 часов вечера рухнул с нашей крыши. То есть снег скатился, свалился и не только снег. Если вот видно, вот это вот лед. И вот это вот толщина льдины. И вот если бы кто-то заходил, уходил из подъезда, прям бы уже все. Но повезло, никого не оказалось. А быть мог и я, и оператор, который снял этот сюжет. Мы приехали на Чудненко 6 еще до ледохода. Вот такой слой снега и льда купятся на крыше дома в течение всей зимы. Весной слои подтаивают, превращаются в монолит, который в какой-то момент может сорваться вниз. Как рассказали жильцы дома, это происходит уже несколько лет подряд. И чудом, еще никто не погиб и не пострадал. Хотя главная проблема дома, как видно, это не снег на крыше. Дом 50-го года постройки. За эти 70 лет ни разу в доме не проводился ни разу. Никакой ремонт, тем более капитальный. Конечно же, дом сам по себе уже состарился. И износ у него уже. Вопрос только в одном, что по документам наш дом считается кирпичным. И завершенное строительство 1950-го года. Как вы видите, дом кирпичным не является. К сожалению, материал дома виден без экспертизы. Это шлакоблок. И в районе квартиры Елены стену будто разъела. Блок прохудился на две трети. Дом из шлакоблока кирпичному сильно уступает в прочности. А значит, другой процент износа и срок эксплуатации. И ремонта требует чаще. Почему-то наши власти считают, что в первую очередь надо ремонтировать пятиэтажки, а также девятиэтажки конца 70-х. А мы еще можем как-то продержаться, продюжить. Но мы не можем продержаться. Уже видно, что физически износ здания подошел к нулю. Вот эта стенка, она в какой-то момент, возможно, даже сейчас во время съемок обрушится. Вот на козырек упала сосулька. Боялись, газовая труба оборвется, а стена осыпается на глазах. Даже сейчас, во время интервью. 8 февраля, мы вызывали в тот момент, когда ночью было тепло, за ночь прям сыпалось, слышите, да? Вот, сыпалось со страшной силой стена. 8 февраля мы вызвали МЧС. Приезжали МЧСники и приезжали с администрации города. И мы были удивлены, когда нам сказали, что есть протокол собрания жильцов дома о том, что мы освободили нашу управляющую компанию от уборки территорий в зимний период, от уборки засулек, от чистки крыши дома от снега. Ну, то есть мы их освободили от всего. Такого протокола мы не подписывали. Собрания на эту тему мы не проводили. Странно. Иначе зачем жителям жаловаться на управляющую компанию за отсутствие текущего ремонта, хоть какой-то уборки и содержание жилья? А после многих лет такой войны проводить собрания и снимать с УК все обязательства? Нет. Жители даже наоборот хотели привлечь УК «Старый Барнаул» к максимально строгой ответственности. С этой управляющей компанией мы давно в контрах. Почему? Потому что были собрания, приезжали они сюда к нам, мы им говорили, что ну вы что-то делаете, хотя бы территорию убираете, траву зимой надо косить. Никакой реакции не было. Мы думали, что управляющую компанию за такое содержание общедомового имущества лишат лицензии. За такие дела надо лишать лицензии и больше никогда не подпускать к такому виду деятельности. Но с 1 марта управляющую компанию отстранили от управления нашим домом. Мы теперь вообще остались обесхозными. Но почему жильцы при таком доме не захотели юридически признать его аварийным? Приезжали из администрации, из жилищного отдела города Барнаула Октябрьского района к нам на собрание. Предлагали нам признать дом аварийным. По-честному мы были к этому готовы. Мы бы тоже хотели признать дом аварийным, когда не коснулся один факт того, что мы на собрании спросили представителей администрации, куда нас будете расселять после признания дома аварийным. На что нам был прямой и честный ответ. Мы вас расселим в маневренный фонд, либо в съемное жилье. Да, будем вам доплачивать за это съемное жилье. И вы знаете, мы испугались таких перспектив. И как показывает опыт коммунального патруля, испугались, вероятно, не зря. Один из домов маневренного фонда уже был досконально изучен под объективами наших камер. Смотрите, что тут мы с вами закрыли, да? Что это такое? Ну, пол провален полностью, лагерь гнившее, все там внизу гнили. То есть он просто рушится? Он рушится. Здесь заходим в подъезд, то же самое. Пожалуйста, все прогнило, все разрушено. Это мне вот такую квартиру взяли, все сломано, все. Это я вот, батареи вот у меня были, все ржавые. Нет претензий жильцов только к температуре в квартире. Здесь тепло. Правда, иногда бывает сыро и с плесенью. С той стороны в коридоре там, это, текло все. И как там гнилось, гнилась стенка. И у меня вот так вот, вот это вот, все. А это что здесь было? Плесень? Плесень, да. Неудивительно, что от переселения в такое жилье собственники квартир на Чудненко-6 отказались. Эту фразу нам уже доводилось говорить, а эксперты в нашей программе уже объясняли, краевые суды не одобряют переселение в дома маневренного фонда из-за аварийного жилья. Октябрьский районный суд встал на сторону жителей, так как согласно жилищному кодексу переселять жителей на неопределенный срок в маневренный фонд из дома, который идет под снос, незаконно. В маневренный фонд можно переселять, согласно жилищному законодательству, только жителей домов, которые находятся на реконструкции. Этому дому тоже нужна реконструкция, если она, конечно, еще возможна. Для этого, вероятно, нужна экспертиза, хотя жители понимают механизм разрушения без экспертов. Шлакоблок вбирает воду, поэтому ему нужна хорошая изоляция. В противном случае происходит именно то, что мы видим в доме на Чудненко-6. Вода пропитывает стену, шлакоблок ее вбирает в себя, и в мороз от расширения воды лопается. Жители Чудненко-6 говорят, что в одну морозную ночь стена не лопнула, взорвалась. Всему виной трубы отопления они проходят через крышу. Часто их прорывают? Ну, бывает, конечно. Они не ремонтировались, ни разу не менялись. Свящие периодически появляются. И там вот это вот испарение происходит, из-за чего все это рушится. Вот даже если вот соседка заменила профлист крыши, ну, ничего не поменялось, потому что внутри на чердаке нету изоляции, и скапливается температура, которая тает снег, и получаются сосульки, и стены будут рушиться. Поэтому нужно чердак сделать изоляцию, чтобы тепло удержать, не выходило на крышу. Тогда будет эффект, а так не будет эффекта никакого. По какому принципу управляющая компания раньше проводила ремонт, нам показали на примере подвала. Трубы вот, видите, какие здесь они? Это все ржавчина. Это все ржавчина. И вот это вот стоит холодная вода. Видите, какая тут затычечка стоит. Сколько говорено было им, чтобы они поменяли. Ну, краны, как соответственно, не держатся, ничего. И вот это вот все, коммуникации говорили им. О, это очень долго, это надо вызывать, это надо перекрывать, есть район, когда будем. И уже лет, наверное, 20 так вот стоит эта вся беда. Конечно, на примере подвала можно рассказать и о том, как занимались уборкой. Здесь когда-то жили бездомные, но уже года три как ушли, а вещи все еще тут. Но подробнее остановиться нужно именно на этом маленьком клине, когда не сантехническим решением предков. А пока мы готовили материал к выходу, с крыши сошла та самая глыба льда, а дом продолжал осыпаться. У нас вот осыпалось над бабушкиным окном, вот это все осыпалось. Степень разрушения дома, про которую мы рассказали в этом выпуске, крайняя. Но коммунальный патруль реагирует и на более простые, мелкие проблемы. Если у вас во дворе просто систематически не убирают, все равно звоните, пишите нам, оставляйте заявку на сайте. Мы попытаемся помочь. А пока, до встречи в следующий вторник. Редактор субтитров А.Семкин